Снова НЛО, только в этот раз оно в сентябре. Ребята, всем привет. Я уже несколько лет наблюдаю явление и публиковал его у себя в ютубе. И даже давал интервью мексиканскому каналу, который расследует подобное явление. И делал разбор. Меня вообще убивают люди, которые смеются. Типа, что это за НЛО и так далее. Люди, которые верят в коронавирус, но не верят в НЛО. Я делал разбор, что это не самолеты, не фонарики, не дроны. Расстояние от Градинис до моря это минимум 100 километров. И очевидцы видят его далеко в море. То есть это еще дальше. И высота его, если Земля круглая, то посчитать, то высота его километров 30 будет. Также говорили, что это учение. Наблюдается картина, много огней и ровно к ним подлетают еще огоньки. Даже если предположить, что это действительно учение, то значит бомба или мишень должна быть на такой высоте, стоять ее как-то туда надо доставить. И если, допустим, как говорят, самолет выпускает вот так вот ракеты, то есть самолет, истребитель должен лететь на высоте 30 километров. Как мы знаем, таких истребителей нету. Максимальный рекорд это 27 километров установлен в МиГ-31. Поэтому это явно не учение, явно не закрыто воздушное пространство, потому что вы можете зайти на флайт-радар и посмотреть, что действительно самолеты летают. Поэтому я до сих пор не знаю, почему оно каждый год, обычно в октябре было, а в этом году в сентябре. И почему оно в одном и том же месте. Вот многие, те, кто видели раньше, мы смотрим вот так вот, и оно в одном и том же месте на одной и той же высоте. О, обратно появилось. Сейчас пойду поснимаю пару кадров. А ребята, которые адекватные, пожалуйста, напишите им в комментарии, что вы думаете по этому поводу, что это может быть. Только, пожалуйста, нормальные, адекватные версии. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok